МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мне доложили, что убийцей губернатора был молодой человек лет 18. По виду похожий на деревенского учителя, а по происхождению крестьянин уфимской губернии. Когда его арестовывали, у него с языка сорвалось, где он жил в Самаре. Это дало след к важным открытиям. Рано же его оказались пустяковыми царапинами. Пускай заманит и обманет. Не пропадешь, не сгинешь ты, и лишь забота затуманит твои прекрасные черты. После панихиды я снова пригласил к себе начальника жандармского управления. Нужно было условиться, что нам делать. Указание убийцы на то, где он жил, следовало немедленно использовать. Мы условились, что в эту же ночь будут произведены обыски как на указанной квартире, так и у всех лиц, которые ранее скомпрометировали себя политически. Обыски мы распорядили между всеми наличными жандармскими офицерами. А кроме этого привлекли к этому делу некоторых городовых. Кроме этого я распорядился выставить на улицах патрули, а командирам быть готовыми немедленно отреагировать на вызовы. Ночные обыски дали серьезные результаты. Было задержано несколько лиц, среди которых был юноша, именовавший себя товарищем Вадимом. У него были найдены прокламации, переписки и начиненные бомбы. Все это в сумме дало основание считать его истинным виновником гибели губернатора. Держал он себя в минуту ареста вызывающе, не выказывая ни малейших признаков смущения или испуга. Уже когда он сидел в тюрьме и был однажды отведен в церковь к обедни, то кощунственно закурил в церкви папироску. По моему приказу его садили в карцер. При этом товарищ Вадим заявил, что своевременно мне будет за это надлежащее возмездие. Все его поведение было очень дерзким. Я приказал держать его в одиночной камере. Убийцу губернатора содержали также. Весь следующий день прошел в хлопотах. Около 12 часов дня я поехал на пароходную пристань, куда, как мне доложили, пребывал командующий войсками генерал Карась. Когда пароход подошел, я вошел на него и был принят командующим. Оказывается, он еще ничего не знал об убийстве губернатора. Услышав от меня это известие, он ужасно возволновался. Так, что даже затряслась нижняя челюсть. С парохода он так и не сошел. И с ним же уехал. Зачем он приезжал в Самару, я так и не узнал. Говорили, что генерал Карась не утвердил ни одного смертного приговора над революционерами. Мотивировал он это якобы тем, что не хотел на старости лет обогрять себя человеческой кровью. К сожалению, при этом он упустил из виду только одно, что благодаря такой добродетельной жалости обильно лилась кровь верных слуг государя. На завтра предстояло отпевание тела погибшего губернатора и отправка его по железной дороге в Уфу по решению семьи погибшего. Я распорядился выставить по пути следования процессии войска. Впереди процессии должна была следовать конная полицейская стража. Одна казачья сотня была распределена мною по перекресткам улиц. Другая ожидала во дворе полицейской части, готовая немедленно выступить на помощь. В губернаторский дом я приехал перед самым выносом. Здесь уже собрались все власти, представители города и общества. Улицы были запружены народом. По моим ощущениям, на улицах стояло никак не менее 100 тысяч человек. Было яркое солнечное утро. Несмотря на ранний час, стояла обжигающая жара. На солнце было никак не меньше 40 градусов. Гроб поставили на колесницу, и процессия двинулась. Впереди процессии ехал верхом на коне генерал Сташевский с нагайкой в руке. За ним полицейская охрана. Я шел вслед за гробом вместе с семьей погибшего губернатора. От губернаторского дома до собора нужно было пройти что-то около трех верст. Когда процессия была уже возле площади, где стоял памятник императору Александру II, идти ей пришлось мимо строящегося с правой стороны хаменного дома, покрытого лесами. Все площадки лесов были наполнены сплошной стеной зрителей. Когда колесница поравнялась с домом, одна из досок не выдержала и треснула. Окружающая колесницу толпа громко ахнула, и процессия на мгновение остановилась. К счастью, зрители на лесах не пострадали, и все обошлось благополучно. Но этот громкий ах толпы до сих пор стоит у меня в ушах. Очевидно, каждый, кто был в этот день на прощальной церемонии, был со взвинчными нервами и с затаенным беспокойством на душе. Это было именно то настроение, когда малейший повод мог бы стать поводом для огромной паники. Я забыл сказать, что когда колесница поравнялась с местом убиения, процессия остановилась, чтобы отслужить литью. При этом дети Блока встали на колени у оставленного его кровью пятна на мостовой, припали к нему лицами и стали горько плакать. Все, видевшие эту тяжелую сцену, были глубоко потрясены и тоже не могли удержать слез. Конечно, и этот случай сыграл не последнюю роль в истерическом вскрике толпы при сломавшихся лесах. К тому же, у всех еще было в памяти недавнее севастопольское преступление, когда при выходе из собора революционеры бросили бомбу, разорвавшую сто человек. Вероятно, каждый про себя думал, что сегодняшний день, может быть, кончится так же. И все-таки это опасение никого не удержало от соблазна посмотреть процессию. Когда мы вступили на Дворянскую улицу, асфальт размягчился от жары и нога просто утопала в нем. Так что казалось, что идешь по раскаленной плите. Наконец, после часового шествия, мы подошли к собору. Пока гроб отвязывали от катафалка, я поднялся на первую площадку паперти. Передо мной расстилалось настоящее море людей с обнаженными головами. И вдруг я заметил в толпе какое-то движение. Кто-то пробирался сквозь нее по направлению ко мне. Несколько секунд спустя передо мной стоял почтальон и протягивал мне письмо. На конверте письма стояло. Крайне важно самарскому вице-губернатору собственные руки доставить без малейшего замедления. По всей видимости, общее тревожное состояние подействовало на почтальона и заставило его доставить письмо таким необычным способом. Не к месту службы или моего жительства, а прямо к собору. Вскрыв письмо, я прочитал следующее. Вчера, совершенно случайно, на том берегу Волги, мною был подслушан разговор, из которого следовало, что во время траурного шествия с телом губернатора будет брошена бомба. Умоляю вас поверить мне и остановить процессию. Тон письма оказался мне искренним. Я отбросил всякое предположение о мистификации и поверил в правдивость сообщения. Но что мне было делать? Остановить процессию, оставить тело губернатора в соборе и вывезти его на вокзал тайком, ночью? Это значило бы публично признать, что власть боится революции. Этого я себе позволить не мог. Поэтому я просто положил письмо в карман, никому не сказав о нем ни слова, и оставил все как есть. На другой день при утреннем рапорте полицмейстер доложил мне, что вчера поздно вечером в уединенной аллее Струковского сада нашли застрелившегося молодого человека. Каких-либо данных, указывавших на то, кто он и что послужило причиной самоубийства, при нем найдено не было. Но я чувствовал нервами, что самоубийца был тем самым человеком, который должен был по решению революционного комитета бросить вчера бомбу. Он, может быть, даже был с этой целью в толпе, но увидев, что взрыв перебьет сотни людей, большинство из которых не имело никакого отношения к правительству, не решился на такое зверское преступление. С виду он был русский человек, а потому его сердце не устояло и спасовало. Ну а раз он не выполнил вердикта революционеров, то, конечно, его судьба была уже решена. Ведь бунт никогда не прощает таких ослушаний. Вот поэтому он и предпочел покончить с собой лично. Семья Блока уже собралась уезжать из Самары. Как следователю стал известен такой случай, имевший место дня за три до гибели губернатора. Выйдя утром в коридор, соединяющий жилые комнаты губернаторского дома, мадам Блок увидела молодого человека, очевидно, проникшего в дом через черный ход. Молодой человек оглядывался, пытаясь сориентироваться в губернаторском доме. «Что вы тут делаете? Что вам нужно?» спросила госпожа Блок. «Мне нужно управление железной дороги», ответил молодой человек. «Какое там управление? Здесь живет губернатор». Но молодой человек не уходил. Тогда мадам Блок подошла к звонку и позвонила. Только тогда юноша нехотя развернулся и вышел через черный ход. Следственные власти нашли необходимым устроить очную ставку убийцы и госпоже Блок. Следствию удалось выяснить, что он приходил в дом губернатора, чтобы застрелить его из револьвера. Но поскольку покушение не удалось, было решено бросить бомбу. «За что вы убили моего мужа?» спросила убийцу госпожа Блок. Тот стал горько плакать и всклипывая проговорил, что на него пал жеребий. Если бы я не убил вашего мужа, партия убила бы меня самого. Поверьте, у меня не было выбора. Но на суде он держался совершенно иначе. Задрапировал себя в тугу героя, который жертвовал жизнью во имя народного блага. Вероятно, теперь он уже давно скрылся с каторжных работ, в котором его приговорили. И наслаждается жизнью где-нибудь за границей. Ну что ж, одной заботой боля, одной слезой река шумней, а ты все та же, лес да поле, да плату зорный добровей. С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова